Привет! Подготовил для вас интересную подборку инструментов с Алиэкспресс, которые лично мне бы в мастерской пригодились бы. Думаю и вам они понравятся и будут полезными. Если вам понравится ролик, делитесь им с друзьями, я буду очень вам благодарен. Приятного просмотра! И начинаем с настольных тисков на вакуумной присоске. Иногда при проведении различных работ очень требуется третья рука, но в силу определенных обстоятельств ее нет. Однако существует множество приспособлений для решения этой проблемы. В частности, для проведения работ с небольшими предметами подойдут обычные слесарные тиски. Предназначены они для зажима деталей в положении, обеспечивающем удобство при их обработке. Компактны в хранении, удобны в использовании, оснащены присоской для быстрого крепления к ровной поверхности. Угол поворота 360 градусов. Угол наклона 90. Ширина губок 70 миллиметров. Материал алюминий, сталь, резина. Рабочий ход 70 миллиметров. Сантехнический ключ для труднодоступных мест, который также пригодится при других ремонтных работах в доме. Комплект предназначен для монтажа шлангов, подачи горячей и холодной воды, резьбовых фитингов и кранов. Основной элемент в нем – рукоятка в виде продолговатого захвата с рабочими концами. Разрез вдоль пластикового корпуса служит для того, чтобы закручиваемые трубки свободно помещались внутрь и не мешали работе. В комплекте к рукоятке поставляются специальные вставки для выполнения разнообразных операций. Так, для обхвата различных гаек предусмотрен фигурный сердечник, вставляемый в корпус инструмента. Автономный паяльник-горелка на жиженом газе мощностью до 100 Вт. Газовый паяльник незаменим для монтажных работ на объектах, где отсутствует электроснабжение, либо неудобно работать паяльником со шнуром, монтаж сигнализации и видеонаблюдение, автосервис, установка и ремонт световой рекламы и т.п. Температура жала регулируется посредством ограничения подачи газа. Клапан подачи газа, он же выключатель и регулятор совмещены. Резервуар для газа из толстого прочного пластика емкостью 26 мл. Жала имеет камеру сгорания с сетчатым катализатором. Отдельным выделю в наборе пенорезку. Редкая и полезная насадка, можно формовать пенопласт и подобные материалы. А вот лопаточка из комплекта совсем узкоспециализированная насадка, предназначенная для бесконтактного прогрева материала, например, термоусадочные трубки. Краскопульты с двойным распылителем. Когда времени совсем нет, объемы покрасочных работ велики, а сроки поджимают, можно использовать краскопульт с двойным распылителем. Этот краскопульт покрывает в два раза больше площади, чем обычный краскопульт за то же время. Таким образом, вы сможете закончить работу значительно быстрее. Это отличное решение для строителей, дачников или людей, которые любят заниматься своим домом самостоятельно. Настольный лобзиковый станок. Инструмент очень полезный в домашней мастерской. Станок универсальный и легкий. Подойдет для работы с любыми материалами, такими как металл, дерево, керамическая плитка, пластик и другое. Смена лезвий занимает всего несколько секунд, поэтому можно быстро перейти от резкой керамической плитки для ванной комнаты, к резке дерева для создания самодельной рамки для фотографии или чего-то другого. Станок может похвастаться небольшим и компактным размером. Также он имеет большой защитный кожух для комфортной и безопасной работы. Встроенный отсек для хранения вмещает лезвия и аксессуары, а встроенная настольная рукоятка делает пилу универсальной, которую можно применить где угодно. Потребляемая мощность 650 Вт. Максимальная толщина при распиле дерева 40 мм. Максимальная толщина при распиле тру ПВХ и пластика 30 мм. Алюминия 10, стали 3 мм и керамики 10 мм. Вес танка 6,7 кг. Т-образный шаблон для сверления отверстий под мебельную фурнитуру, оснащенный линейками с метрической шкалой и удобными кондукторами для сверления. С этим шаблоном нет необходимости делать постоянные замеры и разметку при сверлении присадочных отверстий. Данный шаблон позволяет сверлить отверстия точно с высоким качеством. Очень удобен и полезен при изготовлении корпусной мебели. Применяется для сверления присадочных отверстий для установки ручек дверей и ящиков, держателей полок, мебельных петель, направляющих ящиков и других операций. Диаметр отверстия 5 мм. Минимальное расстояние между отверстиями 30 мм. Изготовлен из стали, алюминия и ударопорочного пластика. В комплекте поставляется чехол для транспортировки. Небольшой индукционный нагреватель. Это универсальное приспособление для быстрого разогрева различных металлических поверхностей без использования открытого огня. Индукционный нагрев это метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и большой величины. Принцип индукционного нагрева заключается в преобразовании энергии электромагнитного поля, поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом в тепловую энергию. Такой нагреватель можно применить к ржавым или устаревшим крепежным деталям, которые вы хотите удалить. Выпрямить небольшие дефекты вмятины, не нарушив покрасочный слой автомобиля. При термической обработке металлических деталей, закалке, отпуске, нормализации. При горячей посадке подшипников, удалении ржавчины из металла и предотвращении ее шелушения. Да и вообще к такому нагревателю можно найти целую кучу применений. Электронный измеритель высоты. Небольшая электронная индикаторная стойка, позволяющая производить измерения высоты или глубины в диапазоне от минус 55 до 80 миллиметров. Имея достаточно компактные размеры, прибор оснащен хорошо читаемым жидкокристаллическим дисплеем, щеткой и крупной цифровой индикацией. Корпус индикатора изготовлен из жесткого пластика, а стальная линейка имеет шкалу в миллиметрах и дюймах. Ножки оснащены магнитами для лучшего крепления к стальным столам. Основные функциональные особенности прибора. Измерение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Быстрая и легкая установка глубины фрезерования на фрезерном столе. Метрическая и дюймовая цифровая индикация и измерительные шкалы. Винт для фиксации нужного размера и автоматическое отключение. Мини стамеска, работающая от дрели. Электростамески нередко применяют стойлеры и плотники, например для снятия полов, срезания пазов и других операций. Используют электростамески для линогравюры, обработки пластмасс, резьбы по камню и работы с другими материалами. При этом важно, чтобы металлические насадки были предназначены для обработки такого вида материала, иначе они могут просто сломаться. В комплект входит 5 хорошо заточенных резцов, а сама стамеска подключается к дрели патрона и работает от его оборотов. Часто электростамеску используют для выполнения черновой работы, добиваясь окончательного необходимого результата при помощи обычного ручного инструмента вроде стамесок и долот. Магнитный держатель для инструмента. Предназначен для компактного и удобного хранения различных инструментов и железосодержащих деталей. Держатель обладает компактными размерами и удобен при монтаже, поможет не только существенно освободить пространство, но и организовать порядок на рабочем месте. Его можно прикрутить к стене, к верстаку, к двери, к столу, в кладовой или внутри шкафа. Вещь действительно очень полезная, я-то знаю, и как раз заказал себе в мастерскую несколько штук. Как вам сегодняшние инструменты? Вам бы пригодились они в доме либо в мастерской? А какой именно инструмент понравился вам? Напишите об этом в комментариях, мне интересно. Если хотите больше таких подборок, то делитесь ими с друзьями, чтобы продвигать этот ролик. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Хорошего вам вечера, друзья. Всем пока!